Не рекомендуется повторять, нужно сначала обратиться к врачу за консультацией. Что будет, если не есть пищу, а пить только воду? Я поставил на себе эксперимент, интересно, сколько я смогу продержаться без еды? День первый, зачем мне это? Всем здравствуйте, меня зовут Евгений, после того, как я помылся и в глаза попал шампунь, я осознал то, что я хочу сесть. Да не просто сесть, а сесть на водную диету. Что такое водная диета? Это самая жесткая диета, которая есть. Кроме воды, в течение нескольких дней ничего употреблять не буду. Для жиросжигания это самый крутой результат будет, потому что если нехватка в организме углеводов, жиров, то организм съедать будет сам себя. Первое, это жир, жиру не нужен, а второе, это неприятно, это мышцы. И я понял, я добавлю еще белочек, то есть буду пить протеинчик с креатинчиком. Креатин это есть энергия, ну чтобы я передвигался. Хочу поставить, так сказать, для себя результат. Пять дней выдержу я на протеине и на воде, и больше ничего, так сказать, в рот не брать. Все очень просто, элементарно, мышцы мне нужны, просто хочу, чтобы живот немножечко ушел, да. И пить буду протеин, потому что белок для мышц нужен, чтобы, так сказать, организм сам себя не съедал, но съедал только жир, а мышцы пусть оставит, сука. Вода есть у нас святой источник. То есть водой буду заполнять свой желудок, и чтобы он ощущал, что он насытился. И благодаря воды будет выходить всякая зараза. Дрянь, дрянь, да. И чтобы мышцы свои сохранить, потому что я не хочу быть дохлым гусем, так сказать, я буду пить протеин, это есть белок, так сказать, для мышц полезно. Но второе, я буду много заливать в себя воды, чтобы так себя почувствовать трактором каким-нибудь. Мне этот эксперимент нужен для чего? Я и так прекрасно выгляжу, в хорошей форме практически, но надо убрать небольшие складочки, засушиться, так сказать. С водой это, наверное, не получится. И, возможно, тут вот слоечко убрать жира. Если у кого-то слоечко под животом, это не всегда, так сказать, красиво. Не, ну в зеркале я красивее выгляжу. Мой рост метр девяносто, сейчас проверим мой вес. Девяносто девять. Это даже больше психологическое испытание, потому что большое давление будет, потому что скажут, эх, сука, что ты творишь с моим организмом. Не делай так, а ты говоришь, надо, терпи, сука, ты терпел 15 лет, еще потерпишь. Ты шерешь все подряд, это будет борьба какая-то, это будет интересно. Я хочу именно просидеть пять дней на водной диете. Это самая сложная диета, потому что на одной воде, но еще сложнее это без воды и без еды. Ну, посмотрим, посмотрим результат. Задача пять дней. Смогу ли я протянуть именно этих ужасных, так сказать, пять дней. Уже обед, пятая октября. Девяносто девять и шесть. Ну, соточка. При этой диете нельзя ни курить, ни пить алкоголь. То есть все запрещено. Вода и протеин с молоком. Все, я начинаю, погнали. Я сейчас понял, немножечко осознал, что в молоке жиры же есть. Лучше делать, так сказать, коктейльчик из воды, просто из воды. То есть молоко я исключаю. На самом деле коктейль на воде говно. Ты вот сидишь за стулом, а у тебя какие-то складочки. Это ж... Это ненормально. И самое страшное, это когда ты дришь, и у тебя есть живот. И в это время, во время голодания, я вообще не буду задействовать физически ничего. Умственно тоже не буду задействовать, потому что будет заторможенность. Я уже чувствую, я только полдня не поел, два часа дня. Уже не слегка заторможенность. Завтра, я боюсь, возможно головные боли будут, потому что на водное голодание нужно постепенно переходить, а я резко. Надеюсь, все будет хорошо. Так, 250 рублей отдал за две баклажки. Зададите мне вопрос, какое сейчас состояние? Ну уже немножко, так сказать, заторможенность. Невнимательность. Я вот еду за рулем и думаю, лишь бы, лишь бы не нагрешить, так сказать. А я только обед пропустил, а я уже чувствую, что что-то не хватает. Не, ну пока все прекрасно, по факту все хорошо на самом-то деле. Но я думаю, чем дальше, тем страшнее. Так, ну что, как настрой? Ну сосет кишку, да, кушать хочется. Терпим, посмотрим, что будет завтра. Ну воды за сегодня я немного выпил. Наверное, даже литра не выпил. День второй. Сон прекрасен. Как прошла первая ночь. Да, кишку не сосало. Мысли о еде. Не было мыслей. Чувствовал себя хорошо. С утра проснулся, ну немножко начала трещать башка. А так, в принципе, все круто, круто, неожиданно круто. Так, строительного материала возьмем. У меня вот биг и батаре. Свалберис и заказывал вот такую шляпу. Сейчас ближе к обеду. Мое состояние, но есть. Подсознательно не хочется. Но живот тут будет покалывает, побаливает, подсосывает. Небольшая изжога появляется. Я думаю, сейчас пройдется временем. Энергии у меня много. Много энергии. Хочется двигаться. Но если много подвигаешься, аж головой начинает кружиться. Я к тому, что можно давать легенькие физические нагрузки. Там бег, там подтянуться слегка. Большие нагрузки нельзя давать. Но организму не хватит энергии. Самое важное в этом пути, нужно изолироваться. То есть, никакой работы. Как ты можешь работать? Никакие взаимодействия с людьми. Это категорически по минимуму, так сказать. По минимуму с едой связываться. Даже в магазин съездил, и тот троишь немножечко. Сейчас я изолируюсь. Мне только в помощь компьютер. Я буду отвлекаться, играть, смотреть. Все. Все обратил внимание. Кожа какая-то мягенькая стала. Не шершавая. Нежная. Сходил до магазина, взял, значит. Хотел клизму ставить. Вообще, клизму рекомендуется поставить, чтобы полностью очиститься. Но так как клизму не хочу ставить. Но я не любитель, когда меня суют что-то, да? Я купил слабительное. Думаю, две таблеточки. Достаточно... Или чуть-чуть три. Через 12 часов подействует. Но я думаю, у меня голодный желудок гораздо быстрее подействует. Значит, полпятого вечера. Вообще, мое состояние. Желудок то побаливает, то перестает болеть, то хочется кушать, то такое ощущение, что я насыщен чем-то, да? Нестабильность, и память ухудшается, я заметил. Я вот хочу что-то вспомнить. И не могу вспомнить до сих пор. Ну все, второй день подходит к концу. 7 часов вечера. Мне когда-то казалось, что я и одного дня не смогу прожить без еды. Буду чувствовать себя очень плохо. Мне казалось, будет температура. Я буду блевать. Потеть как сука. Просто страдать. Но это казалось, не так все плохо. Минусы, конечно, это... В туалет часто хожу. Даже я записал. Тошнило иной раз. Тошнило. Микро боли в голове. Даже сейчас под вечер ощущение такое. Немножечко, немножечко трещит. Но нет такой прям грандиозной боли, как я думал. Воды не так много выпил. Вот вчера выпил. И вот сколько осталось еще сегодня. Ну, чуть больше литра может быть. Так что, пока все нормально. Продолжаем. Слегка болит уже голова. Пораньше лягу спать. Сейчас телефончики. И отбой. День третий. Эти мысли в голове. Ну, все. Утро третьего дня, как я себя вчера чувствовал. Под вечер голова начала болеть. Живот начал крутить из-за того, что я выпил слабительное. Ночью микросны постоянные. Особо не выспался из-за того, что рано лег. Но, как-никак, немного выспался на утром. Все хорошо. Голова прошла. Состояние вообще прекрасное. Прекрасное. Живот до сих пор болит. Сходил в туалет. Получается. Ну, полностью я не очистился. С очисткой нужно, наверное, клизму делать. Хочется полностью, чтобы и толстая кишка, и тонкая, и все эти тракты очистились. Но не буду ставить. Но клизму не надо бояться. Надо бояться, когда у тебя запор будет. Сука. Все, я завтракать. Так, полдня уже третьего дня получается. Запахи приманивают, но не настолько. Я не знаю, может, я замотивирован хорошо, то есть, и кушать не хочется. Я протеин полностью исключил. Все, с этого дня только на воде сижу. Потому что протеин на голодный желудок, я думаю, не очень, так сказать, эффективно. И для здоровья не будет приятно. Вот уже пошел этап другой. То есть, я ничего не поел, у меня есть энергия. Откуда энергия берется? Я так понимаю, тело сам себя съедает. Что? То есть, как медведь получается. Сколько я сделал запасов жиров, и, так сказать, организм будет исчерпать оттуда энергию, брать жиры, истощаться жиры будут. Это хорошо. И с этим, конечно, печально будет и мышцы уходить. То есть, банально, организм будет съедать самого себя. Сейчас проверю, сколько мне хватит энергии, так сказать, легенькую нагрузочку дам себе. Да, энергии хватает. Я не чувствую себя дохлым гусенком, так сказать, поджиматься, побегать, так сказать, физически. Если большие веса не поднимать, то хорошо. Если что-то тяжелое поднимать, да, чувствуется нехватка энергии, головокружение легкое, так сказать, усталость. Понял одно, сильно нагружаться не надо, потому что восстанавливаться не очень как-то организму приятно, потому что он требует витамина. А витаминчиков я никаких ему не дам. Уже, да, как-то не весело, уже сложнее. И головные боли, и живот болит, и уже хочется кушать. Я вот вышел на свежий воздух, чтобы вздохнуть, так как-то полегче. Я же ощущаю вкус, аромат этого яблока. День четвертый. Где мотивация? Когда с утра подташнивает что-то, голова немножко гудит. Чтобы вы понимали, вчера в 7 часов вечера я прекратил пить воду, чтобы в туалет не бегать, так сказать. Отвратительное состояние. Информацию взял из источника. Три дня я просидел, жир почти не изжег, потому что глюкоза у меня была. То есть в жире есть глюкоген. Сначала забирается глюкоген на мою энергию. Как он иссякнет, потом будет потихонечку уходить жир в организм. Из организма, а потом и мышцы. Сначала весь жир уйдет, а потом, я не знаю, как он до мышц дойдет, сколько надо голодать, так сказать. Пока держусь. Вчера я лег с мыслями в голове, еле заснул. Сердцебиение учащалось. Но зато, когда уснул, вообще ничего не беспокоило. Так как я воды выпил мало, туалет меньше ходил. А вот самое ужасное, это я проснулся. До сих пор головокружение, когда встаешь, ходишь. Состояние такое, ну, заболел, заболел. Чем-то, блядь, заболел. О еде, значит, я не думаю, потому что... Это такое ощущение, как температура, когда ты особо есть не хочешь. Ты хочешь, чтобы прошло. В закрытом помещении, когда идешь, голова окружения, вообще желательно, если даже плохо себя чувствуешь, пройтись по свежему воздуху, немножко подвигаться. Даже если не очень хочется. На улице не очень тепло, тоже бодрит. И холодный душ желательно, или вода холодная. Умылся. Прям взбодрился, полегче. Это же все хорошо, так все отошло. Чувствую немного энергии. Вчера самый противный вечер был по факту, борьба, так сказать, психологически с самим собой, потому что, когда лежал, мне говорили, мозги, зачем тебе это надо, остановись. Противно. В этом мире нет ничего более могущественного, чем перелом сознания. Ты можешь изменить цвет волос, свою одежду, свой адрес, свое гражданство или даже жену. Но если ты не изменишь мышление, то события вокруг тебя будут дублировать себя раз за разом. Потому что все, что изменилось, изменилось лишь снаружи. В то время, как внутри тебя все осталось, осталось, как и было. Вообще, по идее, это так-то лечебное голодание. Если у тебя болезнь спрогрессировала, и ты именно садишься на водную диету, получается очищение. И организм, так сказать, борется сам с этой болезнью. Как это работает, я до сих пор не знаю. Я уже четвертый день как мучаюсь. Но чтобы добиться чего-то, какого-то результата, вылечиться, нужно пройти через боль. Это не диета, это есть полноценное голодание. Только самый стойкий пройдет этот путь. А путь этот конченый пока что. За это время я сушил только пятилитровую одну. Так, по состоянию. Иной раз хорошее состояние бывает. Даже порой понимаешь, что ты голодуешь или не голодуешь, непонятно. Второй момент. Я иной раз выхожу на свежий воздух, так сказать, дышу, передвигаюсь. И чтобы быстрее время свое, так сказать, сопроводить, я играю в различные игры. Это мне, так сказать, помогает. Но то болит голова, то не болит. Непонятно, непонятно. Спонтанно раз, переклинит и все. Ухудшается состояние. Вакуум появляется, но большого результата не вижу. Я теперь понимаю, что еда эта вообще божественная. Вот этот запах приятный, ароматный. Он тебя манит. Не важно, что за еда. Главное, чтобы она в рот лезла. Вот. День пятый. Ужасная ночь. Под вечер опять головные боли. Тошнит. Спать. Возможно, эти головные боли появились из-за того, что за монитором сидел. Много. Чего же 12 часов ночи. Сука. Ацко болит башка что-то. Блеванул непонятную жидкость какую-то. Зеленый. Хоть в воду только пил. Пятый день. Утро. Что я вам скажу. Главные боли задолбали. Ночь адовая до сих пор. Пять умылся. Хоть сейчас подышу, похожу. Состояние паршивое. Самая ужасная ночь была сегодня. Главные боли постоянно. Всю ночь просыпался. Тошнило. Организм говорит мне, давай не продолжай. Не хочет почему-то. Дело не в этом, что голод какой-то. Меня затрахали эти головные боли. Просто затрахали. Постоянные. Поэтому я хотел продолжить. Теперь я хочу выйти. Обязательно, очень важно, из голодовки нужно правильно выходить. То есть пару дней нужно попить, так сказать, сок, рассольчик. Кашки какие-нибудь поесть. Твердую пищу категорически запрещено есть. Скручиванная желудка будет. Ну, может не скручивание, а вот будет болеть. Будет тяжело. Сейчас я легкость чувствую, а потом будет тяжесть. Это мой сегодня день. Это мой, потому что еда будет присутствовать. На самом деле, эта голодовка не больше для похудения, а больше для осознания. Понять что-то, проверить себя. Естественно, сейчас пару дней, и я буду жрать как сука последняя. Я даже если какой-то килограмм скину, я его быстренько обратно наберу. Прежде чем я выпью сока, интересно, сколько я скинул, и вообще, какая форма у меня, так сказать, образовалась. Весил я, значит, 100 килограмм. 95. Ну, килограмм 4 я скинул, напишите в комментариях, много ли это. Это из-за того, наверное, желудок, что пустой, и минус 4 килограмма. Вот такая форма у меня. Вот такой небольшой результат. Вообще его практически незаметно. Наверное, из-за того, что я креатинчика много пил. Вообще глюкозы у меня много, глюкогена. И я идею вообще эту брал у Афони ТВ. Тот человечек сидел вообще 21 день на голодании, так сказать. Но у него были реально болезни, и он излечился каким-то образом. Нереальный псих, красавчик он. А я, так сказать, пойду сока пить. Рецепторы просто прекрасные. Прекрасные. Вкусно. Подведем итоги данного эксперимента. Первые 2-3 дня мне давались проще. Головные боли слегка были, но незначительные. На пятый день голова кардинально заболела. То есть невозможно было даже спать. То есть заметил в промежутке всегда. С утра головные боли и дискомфорт. И вечером. Днем ощущения вообще прекрасные. И есть энергия, можно походить. Все прекрасно днем. Возможно, ухудшилось головные боли из-за того, что вчера я за монитором сидел. Много. Ну, так сказать, я сидел, выходил, сидел, выходил. Желательно, наверное, не рекомендуется. Все-таки на глаза бьет и в мозг отдается. Это неправильно. Но мне по барабану время-то надо как-то проводить. За играми, за видосиками. Так бы я вообще с ума сошел. Что я понял? Поменялось ли мировоззрение какое-нибудь? Я ебал эту голодовку. Результаты какие-нибудь появились. Живот ушел, но практически не ушел. Три килограмма этих скинул, но я их быстро наберу. Плюсы какие получаются? Ну, для организма я, наверное, немножко очистился. Желудок скажет мне спасибо, потому что он отдохнул от разной жирной пищи, получается. Я бы смог дальше голодовать. А вот голова. Я сегодня проснулся. Я молился. Я молился вчера ночью. Я молился сегодня. Ночь шла у меня вообще долго. Я проснулся в пять часов утра. Потом лег опять спать. Потом опять проснулся. Противно было. Из-за этого только. Я не мог поверить. Не в первый день я думал, такое будет. На пятый день у меня такие головные боли. Ну, жесткие. Ну, такое ощущение. Температура 40, но температуры не было. И сверлили тебе в голову. Сверлили что-то. Ну, ладно. Сейчас прошло. Прекрасный день. Ну, все, друзья. С вами прощаюсь. Напишите в комментариях, почему у меня головные боли были. Рекомендации, так сказать, дайте. И эксклюзив есть на телеграм-канал. Следите за мной. Подписывайтесь туда тоже. Ставьте лайк. Подписывайтесь на ютуб-канал. Подписывайтесь на телеграм-канал. Все. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok